Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л-номер ТУ 61010103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Лидия Романченко. Здравствуйте, коротко. Главные темы дня. Отчитались за снег. Дорожники рапортовали о количестве занятой в расчистке снеготехники и вывезенном снеге, а спасатели предупреждают расслабляться пока рано. Развязка на замке. В новогодние праздники начнут перекрывать транспортную развязку на южном подъезде к Ростову. Накинули 200 миллионов. Обвиняемому в хищении полумиллиарда рублей Александру Хуруджи прибавили к делу еще 200 миллионов рублей. Главное по имуществу. В регионе назначен новый министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций. Пограничный шоппинг на российско-украинской границе втрое увеличился наплыв людей, кто направляется в гости, а кто за подарками и продуктами к новогоднему столу. Дорожники отчитались за снег. Как сообщает Пресс-служба управления Федеральных автомобильных дорог Азов, трассы Ростовской области расчищены от снега. Дороги посыпали реагентом, сообщает Пресс-служба управления. Расчищены участки на трассах М-23, Ростов-Таганрог, граница с Украиной, М-19, Новошахтинск-Майский, Южный и Северные подъезды к Ростову. Комплексные дорожные машины убирали и ликвидировали заносы также на дороге М-21, Волгоград-Каменшахтинский, граница с Украиной. От снега очищено 80 километров дорог. Что же касается города, то избежать восьмибальных пробок в Ростове не удалось. И это при стопроцентной готовности ростовских коммунальщиков. По информации пресс-службе мэрии Ростова, в городе всю ночь работала снегоуборочная техника. Расчищать дороги в Донской столице вышло 110 дорожных машин, 60 различных погрузчиков и столько же самосвалов. Вывезено больше тысячи тонн снега. На чеку коммунальщикам придется оставаться до Нового года. По данным МЧС, до 31 декабря погодные условия могут оставаться тяжелыми. Ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, на трассе в течение суток возможны осадки. В январе две недели будут перекрывать южный подъезд к Ростову. Департамент автодорог Ростова объявил о временном прекращении движения по транспортной развязке в створе улицы Пойменной на южном подъезде к Ростову. Ограничения связаны со строительством магистрали от южного подъезда до Левобережной. Планируется монтаж металлических пролетных строений эстакада. Перекрывать развязку на южном въезде в Ростов будут только ночью и всего на несколько часов. Большую часть суток движение по развязке будет проходить в обычном режиме. Однако с 3 часов ночи до 6 утра проезд для машин будет закрыт. Такой график продлится в течение двух недель с 7 по 21 января. Новое обвинение к Александру Хуруджи. К хищению полумиллиарда рублей добавили еще 200 миллионов рублей, пишет Дон24.ру. Бизнесмена обвиняют в легализации похищенных у МРСК «Юга» средств. Напомню, представителя агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Александра Хуруджи задержали в начале декабря. По версии следствия, он присвоил себе больше 500 миллионов рублей. Пока ведется расследование. Его заключили под стражу. Жалобы на изменения меры пресечения суд рассмотрят не раньше второй половины января. На Дону новый министр. Указа о назначении министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области подписал Василий Голубев. Прежний глава областного минимущества Юрий Молоченко назначен заместителем губернатора области. Новый министр Николай Толмачев родился в селе Константиновском Ростовской области. Получил диплом Ростовского государственного университета по специальности юриспруденция. В послужном списке Николая Толмачева работа в экспертно-криминалистическом управлении Главного управления МВД Ростовской области и в правовом департаменте ЗАО ТНК Югменеджмент. С 2010 года он занимал должность замминистра имущественных и земельных отношений финансового оздоровления предприятий организаций Ростовской области. Жители Донбасса хлынули в Ростовскую область за продуктами к Новому году. Поток пересекающих границу в пунктах пропуска увеличился в три раза. Наплыв людей стал ощутимым с 25 декабря. Причем некоторые едут в Россию на шопинг, рассказал сотрудник пресс-службы пограничного управления ФСБ по Ростовской области Андрей Тимофеев. Напряженность увеличивается. Люди едут домой, родственников посещать. Почти как летом бывала нагрузка у нас. Где-то с числа 25-го где-то началось. Оно не только здесь у нас в Ростове, оно на других направлениях тоже. Но в основном автотранспорт с украинскими номерами в Россию за продуктами. Ну, приходят утром и вечером возвращаются. Основной наплыв людей принял на себя пункт пропуска Донецк – 9 тысяч человек в день. По прогнозам, такой поток людей на границе остановится только когда часы пробьют 12. Андрей Тимофеев также уточнил, что пробок на пунктах пропуска нет, движение идет. Для этого предпринятые все меры. В пунктах пропуска увеличено количество нарядов и полос оформления. Теперь о валюте. По официальному курсу Центробанка на среду доллар стоит 72,51 рубля, евро – 79,55 рубля. Теперь о погоде. Среда будет морозной. Днем температура воздуха составит 8,7 градусов, ночью – до минус 9, пасмурно, без осадков. Ветер подует с северо-востока, его скорость составит 6 метров в секунду максимум. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Информация предоставлена интернет-сервисом «Яндекс.Погода». Афиша на «Бизнес.ФМ.Ростов». Здравствуйте! О самых ярких культурных событиях Ростова и области расскажу вам я, Наталья Тарасова. Приглашать станичную детвору на елку в дом писателя – давняя вешенская традиция. Для девчонок и мальчишек готовили угощения, спектакли, лотереи и, конечно, подарки. Узнать о том, как праздновали Новый год в семье Шолоховых, можно, посетив на каникулах дом-усадьбу писателя. Посетителям предложат разгадать загадки, которые в 30-е годы сочинил Михаил Александрович. Одновременно интерактивные занятия и мастерские будут проходить в детском музейном центре. В народном доме покажут представление «Дед Мороз и волшебное зеркало». А в хуторе Кружилинский можно будет покататься на лошадях, оценить местный компот из сухофруктов «Узвар», спеть вместе с казаками и смастерить себе сувенир. Три восточных мудреца пошли на свет вифлеемской звезды, чтобы отыскать младенца Иисуса, поклониться ему и принести свои дары. Известный библейский сюжет по-своему рассказывают в Таганрогском художественном музее. Там устраивают театр теней. Все эти дни на представление можно было попасть только в составе группы. 4 января сказку покажут всем желающим. За день до этого, 3 числа, музей предлагает окунуться в атмосферу Серебряного века и узнать о самом ярком и противоречивом периоде русского искусства. 6 января в Рождественский сочельник здесь будет работать мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки. 7 и 8 пройдут тематические экскурсии. Одна будет посвящена портретам, другая – влиянию Италии на русское искусство. Что считалось роскошью в эпоху бронзы, античности или золотой орды? В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Украшения на все времена». Представленные здесь серьги, кольца, броши и подвески в большинстве своем были найдены на территории Ростовской области. 10 января можно стать участником подробной экскурсии и узнать о легендах, связанных с этими артефактами. Если украшения вас не интересуют, музей предлагает расписать барельеф на тему динозавров, приблизиться к звездам посредством планетария или обзавестись тряпишной куклой собственного изготовления. В новогодние праздники музей будет открыт не только для посещения, но и общения. Первые иллюстрированные открытки появились в России в 1895 году. Это была серия из пяти карточек с панорамой Москвы. Открытки с видами Ростова появились три года спустя. Во всяком случае, об этом свидетельствует самая старая из них. Она хранится в местном музее. Всего там около 7 тысяч открыток. Каждый путешественник стремился купить открытку с местными видами и отправить ее домой. Штемпель на адресной стороне был еще и подтверждением того, что он там был. Выставка «Вам открытое письмо» работает в Ростовском областном краеведческом музее. Там, кстати, можно подписать открытку с изображением какого-нибудь экспоната и отправить ее своему другу. Почта России поддерживает музейщиков. О самых ярких культурных событиях Ростова и области рассказывала вам я, Наталья Тарасова. До встречи! Британские ученые доказали! На первом свидании молодые люди нередко врут, преувеличивая свои достоинства и возможности. Чаще всего приукрашают успехи в общении с противоположным полом. А вот на втором месте, и это удивило даже специалистов, количество прочитанных книг. Три четверти молодых британцев хотят выглядеть более развитыми и образованными. И потому, как бы не означает, цитируют классиков и изо всех сил пытаются быть оригинальными. Да и серьезная книга, выложенная на столик во время встречи, это еще один шаг к успеху. Не отстают и девушки, которые перед свиданием просматривают новостные сайты в поисках интересных тем для беседы. Британские ученые доказали! Ну и молодцы! История брендов на Бизнес.ФМ Всего полвека назад американская спортивная обувь стоила всего 5 долларов. И славилась тем, что носившие ее спортсмены покидали беговые дорожки с кровавыми мозолями. Были и немецкие кроссовки, но стоили они в шестеро дороже. Бегун команды Орегонского университета Фил Найт и его тренер Билл Боуэрман разработали такую схему. Проектировать обувь в Америке, а делать в Японии. В 63-м Найт вез в страну первую партию, которую продал прямо с кузова грузовика возле стадионов. План покорения мира сработал, а свой бизнес Найт назвал в честь богини победы – Найки. История брендов на Бизнес.ФМ Бизнес.ФМ. Ростов. 106,6